Для комфортного и продуктивного отдыха славянской детворы работают пришкольные лагеря. Традиционная форма детского летнего отдыха по-прежнему пользуется большой популярностью у ребят. В этом мы смогли убедиться, побывав в школах, расположенных в станицах Анастасиевской и Петровской. Во время самых продолжительных летних каникул нужно обеспечить школьникам отличный отдых. Все заинтересованные в этом стараются сделать необходимое, исходя из собственных возможностей. Школьный лагерь дневного пребывания обладает своими весомыми достоинствами. Такой формат летнего отдыха интересен детям и удобен для родителей. В 28-й Анастасиевской школе не дают скучать учащимся. Каждый день ребята охотно идут в родную школу, прекрасно зная, что тут их ждут друзья и новые интересные мероприятия. У бабочки-малютки свободной нет минутки. Над солнечной поляной она весь день кружит, с ромашки на фиалову она всегда спешит. В лагере дневного пребывания можно хорошо совместить приятное с полезным. Почитать, поиграть, пообщаться. Добрые, а нередко и незабываемые воспоминания остаются у детей после такого лагеря. Вся смена, все 15 дней посвящены развитию детей в плане художественном, в плане театральном, в плане искусства. Им это, конечно, очень нравится. Каждый день разные мероприятия. Вот сегодня у нас проходит день очень интересная игра «Один день большого приключения», где они все вот эти вот моменты, каждый отряд, шесть станций просматривают, отсматривают, играют и получают действительно огромное удовольствие. В школьном дворе работают самые разные станции, где ребята могут продемонстрировать свои быстроту, ловкость, сообразительность. Мне нравится в лагере, потому что здесь интересно. Каждый день новые мероприятия, конкурсы. У меня здесь много друзей, здесь вкусно кормят. Разные активные игры. Нас развлекают иногда ездить в поездки и экскурсии. В школьном театре дети играют свои роли в сказке «Репка». И пускай их сценки совсем короткие, они уже уверенно держатся на сцене. Учителям помогают организовать интересный детский досуг вожатые старшеклассников. И делают они это с энтузиазмом. С пятого класса я начала посещать детский лагерь труда и отдыха, в котором я являюсь вожатой. Каждое утро мы проводим детям увлекательные зарядки, подготавливаем мероприятия и интересные игры на свежем воздухе, также в помещении для детей. Мне очень нравится работать со школьниками, мне нравится приносить детям яркие эмоции, потому что когда дети смотрят на нас, как мы стараемся делать для них, они берут с нас пример. Здесь все продумано для отдыха 80 детей. Подготовлены классные комнаты, в столовой ожидает вкусная еда, проводятся увлекательные мероприятия, викторины, спортивные соревнования, экскурсии, организуются посещения кинотеатра, космопарка и бассейна. И в 29-й Петровской школе 100 юных петровчан просто не представляют себя без своего чудесного лагеря, где каждый день их ждет что-то новое. Пять отрядов здесь весело проводят время. Каждый отряд имеет свое название, они сами попридумывали себе названия, речевки, девизы. И каждый день они работают по плану, то есть я разрабатываю план, они выполняют мои задания. За каждый найденный ответ они получают звездочки. Хотя каждый день они за выполненное задание получают звезды. В конце нашей смены самый активный отряд, который заработает больше всего звезд, они получают пионерские галстуки. Вот проходит музыкально-развлекательное представление с участием сказочных героев. Дети не только играют, общаются и веселятся, но еще и развиваются в интеллектуальном плане. А как настроение поднимается? После игры, состязаний ребята еще долго обмениваются своими впечатлениями. Лагерь дневного пребывания – это просто здорово. А самое главное – в стенах родной школы они окружены вниманием и заботой. Мне нравится в лагере. Тут очень здорово и весело. Мы каждый день ходим на площадку, играем в спортзале, играем в разные игры. Завтра мы поедем в кинотеатр. В следующую среду мы поедем в бассейн купаться. И мне очень нравится в лагере. Тут весело, все дружелюбные, со всеми можно подружиться. Занять детей так, чтобы им было весело – непростая задача для педагогов, но она им по плечу. Разнообразные мероприятия тщательно продумываются и проводятся с душой. Летняя пора в разгаре, и это время нужно использовать для полноценного отдыха. В лагере дневного пребывания школы постарались использовать все ее ресурсы. Словом, делается все возможное, чтобы детвора отдохнула и набралась сил к новому учебному году. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Станислав Бурбыко. Программа «С переживания на бассейн's» Рисунал Бурбыко. Программа «С давно, кто mercadoит этотrupES», King� Буря – Аэропио www.odym tut Rakia Танислав Бурбыко.